друзья всем привет с вами снова из добро пожаловать на канал обзор гаджетов и мобильных устройств и герой сегодняшнего полноценного обзора это ультра бюджетное устройство от компании infinix infinix hot 10 lite его старшего брата hot 10 play я обозревал некоторое время назад и распаковку и обзор вы можете также посмотреть у меня на канале но я оставлю ссылочку в подсказках сверху если вам интересно ну а сегодня мы поговорим об утробюджетники который сейчас в россии продается по цене порядка семи тысяч рублей ну 7 с небольшим скажем так и как мне кажется забегая вперед данное устройство этих денег однозначно стоит телефончик работает у нас на базе 10 android версии go это облегченная версия которая позволяет телефончику довольно шустро работать довольно хорошо себя чувствовать несмотря на то что здесь всего лишь 2 гига оперативки и 32 гига встроенное хранилище по железу здесь к сожалению телефон нас порадовать ничем особо не сможет здесь очень слабенький процессор от мтк а 20 который ну скажем так вполне себе годен скажем так для повседневной работы с традиционными приложениями посмотреть тот же youtube чик полазить в хроме странички какие-то соц сети на различные по запускать но что касается игр к сожалению данный телефон не очень с ними совместим понятное дело что вы сможете поиграть в какой-нибудь angry birds на досуге или какие-нибудь шарики или что-то типа тетриса но запускать здесь игры а-ля пабджи асфальт или call of duty не получится поэтому в отличие от многих других тестов здесь тестов игровых абсолютно не будет более того тот же geekbench тест даже не захотел здесь запускаться возникли какие-то проблемы не знаю возможно процессор слабоват в общем это была целая эпопея но тем не менее несмотря на то что я говорю что телефон слабенький устройство действительно мало мощное мне телефон понравился за 7000 рублей действительно неплохое устройство которое может с легкостью стать второй трубкой на телефоном который не жалко будет таскать собой кинуть в машину в качестве навигатора ну или же дать ребенку чтобы он пользовался на каждый день и даже если он его разобьет или поцарапает будет ну совершенно не обидно экран здесь 6 и 6 дюйма большой hd разрешение он довольно таки цветастый яркий контрастный понятное дело что это относительно бюджетная матрица но тем не менее мне экранчик понравился скорость работы неплохая аккумулятор здесь 5000 миллиампер который учитывая мало мощное железо живет очень долго так как в игры вы играть не будете а будете пользоваться только на скажем так каждодневными какими-то рутинными приложениями будете звонить с телефона пользоваться соц сетями то смело два с половиной а то и три дня телефон у вас будет жить и это действительно так при этом экранного времени будет порядка семи восьми часов как по мне это действительно достойный результат и действительно телефончик живет долго при всем при этом в скажем так в обычном ритме работы он особо не греется но особо и греться то здесь нечему так как повторюсь особо напрягать вы его вряд ли будете но несмотря на свою ультрабюджетность телефончик не сильно-то и обрезан здесь у нас двухдиапазонный модуль вайфай то есть он поддерживает и 5 гигагерцовые сети что действительно очень классно да и bluetooth 5 версии позволит вам с легкостью пользоваться всеми вашими любимыми bluetooth наушниками и не сильно экономить на заряде аккумулятора в общем действительно очень здорово к сожалению nfc здесь не завезли здесь также некая бюджетность прослеживается да и вообще в телефончиках infinix почему-то этот модуль не жалуют даже в более дорогих моделях nfc практически никогда не встречается не знаю с чем это связано но думаю что компании стоит пересмотреть свою политику по крайней мере при поставке телефончиках в ту же россию или европу где и на все активно используют в общем вот таким вот образом тестов я много не делал но понятное дело это все-таки бюджетное устройство но тем не менее тест antutu я провел и результат конечно же здесь очень и очень грустный менее 80 тысяч попугайчиков это все на что способен мтк а 20 грусть печаль внутренний накопитель это и ммц к естественно также довольно таки грустная 126 мегабайт у нас на запись и 268 на чтение тоже довольно скромный результат но тем не менее модуль gps работает отлично очень быстро нашел спутники точность высокая да и спутников он видит большое количество и причем все они находятся в зеленой зоне поэтому данный телефончик запросто может быть куплен и использован вами в качестве gps навигатора ну я знаю что многие таксисты предпочитают выбирать недорогие телефоны в них их много бывает понавешено в машине в общем вариант за 7000 рублей как раз таки вот для таких случаев может быть использован довольно таки неплохо как уже сказал игры не тестировал ну просто это не игровое устройство это нужно понимать но тем не менее здесь можно замечательно послушать музыку посмотреть те же самые фильмы в общем в принципе особо сильно себя не ущемлять но нужно не забываться это действительно бюджетное устройство которое иногда может немножко задуматься может немножко где-то подфризить и подлагнуть и в общем нужно относиться к телефончику немножко снисходительно что действительно понравилось и это было огромным сюрпризом модуль камеры камера здесь довольно таки скромная 13 мегапиксельная но тем не менее я удивился когда фотографировал и действительно было но приятно увидеть что настолько бюджетное устройство может показать настолько неплохие результаты причем вы знаете даже не только на улице но и в помещении даже в помещении я получил очень неплохие яркие и сочные кадры в общем мне действительно понравилось причем что самое интересное я зачастую говорю что бюджетники не умеют снимать видео плохо с этим справляются здесь учитывая стоимость я получил вполне себе приемлемое видео понятное дело это 1080p 30 кадров в секунду на электронную стабилизацию не завезли все-таки это ультрабюджетник но качество видео что на основную что на фронтальную камеру меня приятно удивило опять-таки учитывая стоимость данного телефончика в общем давайте посмотрим на примеры фото и видео и вы все сами поймете фоникс ход действия сеть light съемка на улице в хороший яркий солнечный день нахожусь на даче здесь буйство красок все такое зеленое цветастая и как раз можно будет по достоинству оценить качество видеозаписи но как мне кажется для бюджетного устройства качество видеозаписи получается вполне себе неплохое единственное что нет электронной стабилизации поэтому картинка получается несколько тряской и на фронтальную камеру если снимать то мы получаем вот такое вот видео максимум и на основную и на фронтальную камеру что позволяет сделать этот смартфон это 1080p 30 кадров в секунду ну и вот такое вот качество видео и такой вот звук нас ожидает при записи на улице хороший погожий день как мне кажется получается довольно таки сносно в общем вот такой вот маленький гигант который позволяет делает довольно неплохие снимки и даже какое-никакое видео заснять мне понравилось что еще сказать про этот телефончик повторюсь за 7000 рублей но 70 небольшим это действительно неплохое устройство если вы понимаете для чего она не стоит ожидать от него каких-то рекордных показателей и естественно для игр покупать его точно не нужно но если вам нужен простой недорогой телефончик как второе устройство как телефон для ребенка или телефон в машину в качестве навигатора вам хотелось бы иметь ну какое-никакое качество фотографий и возможно видео возможность запускать ваш любимый youtube чик и время от времени пользоваться соц сетями и интернетом это действительно неплохой вариант у него не так много конкурентов тоже nokia 14 на голом андроиде плюс-минус те же деньги стоят телефончики realme и опу недорогие тот же realme c11 а по 15 плюс-минус они по цене похожи но где-то чуть лучше где-то чуть хуже данный телефон мне кажется чуть более сбалансированным и действительно стоящим своих денег в общем устройство неплохое ну что ж друзья буду заканчивать надеюсь вам понравилось обязательно поставьте лайк этому видео если это так ну и подпишитесь на канал если еще не подписаны нажмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео ну а я буду с вами прощаться с вами была из всем пока